Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Всем доброе утро. Бонжур, хеллоу, шалом. Мы продолжаем. Хорошая неделя. Шавуа тоф. Шавуа тоф. Мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, Тору от создателя Мироздания, который создал Мироздание и нам сообщил, как он это сделал. Поэтому всем доброе, добрейшее утро. Все. И мы продолжаем изучать. Уже мы второй цикл заканчиваем. Мишли, Каэли тоже изучили, экклезиаст. И, значит, сегодня мы находимся в 14 главе. Яков Шатадин. Шалом. Значит, 14 глава. Мы находимся. И мы дошли уже до 5 отрывка. Значит, 4 отрывок. Мы остановились, когда нету обученных быков. Ясли, хлеб вот этот пустой. Их не надо откармливать. И много урожая от силы быка, как бы, ну, то есть, без объяснения не поймешь. Потому что я думаю, что вряд ли есть... Да, Шалом Михаил. Миша, привет. Значит, вряд ли есть у нас тут животноводы. То есть, я думаю, современный человек, он про быков знает вообще ноль. Вот я уверен, что... Я лично про быков вообще ничего не знаю. И... А раньше, когда царь Саломон говорил эти названия, Алафим, все думали, да, это как... Конечно, это бытии обученные, это крутые бытии. Все знают про этих быков. Ну, мы, слава Богу, разобрались в прошлом уроке в вопросах быков. Имеется в виду не бык-бык, а внутренняя корова. Вот эта внутренняя корова, которая есть у каждого человека. Тело, тело человека, это как бык или корова, которая, если ты его обучишь, если ты эту корову натренируешь, если ты этого быка поставишь под свой контроль, много пользы ты получишь. Если же тобой будет управлять корова, вот эта вот внутренняя корова, твой бык, то она ведет... Зачем выращивают вот этих вот на откармливать этих коров, на то, чтобы их потом сделать, из них бифштекс барбетю. И если человек им ведет, его животная сущность управляет, то она его ведет именно на вот такое барбетю, то есть он станет барбетю. А если человек берет своего быка, и его еще мало этого сделал выносливым, натренировал, если он своего быка то в холодную воду, то в баню, то в холодную воду, то в баню, если он своего быка, значит, там тренирует, задержьте дыхание, такое дыхание и так далее, медитация, он учится наблюдать за своим телом, то этот бык становится обученный, и много пользы от силы такого быка, то есть тогда этот бык, он ведет человека к духовному росту, и человек переходит в следующий уровень, знаете, как ракета, которая стартует от земли, и она сжигает, сжигает, сжигает топливо, и выходит на орбиту, и там уже может летать в невесомости вечно. Вот так же человек, он, если этот бык его, он правильно обученный, то тогда ты этого быка своего натренировал, и этот бык тебя, оп, выходит, выводит на духовную орбиту, и ты там живешь вечно на духовной орбите, наслаждаясь Зивашьина с сиянием божественного света. Вот такая вот история. Значит, мы пришли сейчас в пятый отрывок. Пятый отрывок очень интересный, он нас переводит в другую сферу. Еще раз, вот я напоминаю, что в притчах очень большого внимания царь Соломон уделяет тому, как работает мышление, то есть есть хохма, божественная мудрость, есть бина, это сообразительность, это умение делать причинно-следственные связи и выводы, и даат, это уже та картинка познания, которая воспринимает человек, и это то, что он воспринимает органами чувств, и то, что он очень четко, вот именно то, что он уже воспринимает. Это называется даат, познание. Теперь, и все это работает, хохма, божественная мудрость, сообразительность, и вот это вот познание, все это работает через слова, то есть умение управлять своей речью, есть внутренняя речь, то, что царь Соломон называет лошон, как язык внутри рта, так же внутренняя речь, она внутри головы. Есть внешняя речь, сватаем, уста, это то, что человек говорит другим людям. И вот из этих двух видов разговора, причем это два абсолютно разных вида разговора, внутренний разговор и внешний разговор, складывается вся жизнь человека, все события в жизни, все его решения, все его мечты, все его правила, принципы и так далее, все это складывается из двух видов разговора, внутренний разговор и внешний разговор. Но внутренний разговор, если копнуть глубже, он складывается из тех разговоров внешних, которые человек когда-то услышал от других людей, или воспринял через, когда мы читаем, это тоже мы как будто бы воспринимаем внешний разговор, человек выразил свою мысль, писатель, другой человек эту мысль воспринял, извне прокрутил у себя в голове и что-то для себя оставил как правило поведения, как то, что им будет дальше управлять. Теперь, значит, смотрите, вот сейчас в пятом отрывке царь Соломон нас выводит в тему, звучит так пятый отрывок, давайте, 14 глава, пятый отрывок. Значит, это свидетель, то есть свидетель, как бы все понятно, есть люди, которые свидетели чего-то, но обычно используется это слово как название. Свидетель это тот, который в суде свидетельствует про то, что он что-то видел, что-то знает, и на базе показаний двух свидетелей, значит, выносится приговор, даже может смертный приговор вынестись на показании двух свидетелей. И это очень важная такая тема, верить ему или не верить этому свидетелю в суде, потому что, ну, представляете, приходят два свидетеля, говорят, вот этот убил, все, мы видели, этот убил. Значит, суд берет этого, который убил, и его садят, его могут даже смертную казнь дать. Говорит нам царь Соломон, Он говорит, как определить доверенного свидетеля, свидетеля, которому можно верить. Он говорит очень просто, он не будет лгать. Но на русском языке врать есть просто слово врать, лгать, врать, ну, как бы, что это? Это обмануть, это сказать неправду. В иврите есть разделение, есть шетер, шетер это ложь, это вот то, что неправда. А есть двор казав, казав это, вот, самое близкое, я нашел перевод такой, пустое. Вот я вам приведу пример, чем отличается ложь настоящая от ложь пустой. Например, если я скажу, я пробежал ультрамарафон 100 километров. Это будет чистая ложь. Я никогда не бегал в ультрамарафон, 100 километров я не бегал. То есть я обманул. Если бы я вам сказал, я пробежал 100 километров, то я вас бы обманул. Теперь, а если я скажу вот так, я пробегу через неделю 100 километров в ультрамарафон. Но, это ложь или не ложь? Если я в этот момент надеюсь, что я пробегу, еще этот момент не наступил, а может я и пробегу, кто знает. То в этот момент то, что я сейчас сказал, оно находится в подвешенном состоянии. Может да, может нет. Но, если прошла неделя, я не пробежал, в этот момент эта вещь стала чем ложью? То есть с того момента, как я сказал, до момента, когда это не произошло, это в подвешенном состоянии такая пустота. Но в момент, когда это не произошло, это стало, нельзя сказать, что ложь. Потому что часто человек, он верит своим словам. Когда он говорит пустое, а вы знаете, уже я слышал, что коронавирус возвращается, нет иммунитета. Пустое, потому что это не факт. То есть я сказал вещь, которая может да, может нет. То есть говорит нам царь Соломон. Это иммуним, человек доверенный, которому можно верить, он логикозеф. Он не говорит пустые вещи. Он говорит только вещи, которые уверен, реальные, у которого есть какие-то основания. Так как таких вещей очень мало, то свидетель, которому можно верить, он говорит, например, вот есть очень классная техника, которая позволяет быть доверенным свидетелем. Когда вы говорите какую-то информацию, говорите, откуда вы ее услышали. Например, человек говорит другому, ой, там люди мрут в Москве, как мухи. Я это слышал на сайте слухи. Ну понятно. То есть и тебе понятно, и ему понятно, что сайт слухи пишет слух. Понятно, да, идея? То есть когда вы говорите кому-то какую-то информацию, говорите источник этой информации, чтобы если вдруг эта информация оказывается ложной, вы не обманули. Вы сразу сказали, я только ее передаю, я передатчик этой информации. Понятно, да, идея? Теперь, et immunim loikazef. То есть свидетель надежный, он не будет говорить пустые вещи, искажать. В иофиях кзавим. Иофиях это тот, кто выдыхает кзавим. Есть люди, которые, они полностью, вся их речь это пустое. Вот от первого до последнего слова, они что-то просто передают пустоту, причем иногда передают очень уверенно, с уверенными лицами, с уверенными словами там и так далее. Но это все равно, это не истина, это пустота. И тот, кто ефиях кзавим, тот, кто выдыхает эту пустоту, это шетер, он свидетель обманы, и ему нельзя доверять. Теперь, тут есть очень интересная, я вам расскажу одну короткую историю, которая показывает, как, что такое свидетель. Значит, Тора очень четко определяет, кто может быть свидетельным в суде, кому мы доверяем. Есть категории, есть категории людей, которые, которые, эти категории людей, которым они не могут быть свидетелями в суде, потому что они, значит, эти люди, им нельзя доверять. То есть, например, игроки, игроки в казино, игроки в карты, им нельзя доверять, потому что они, ну, то есть их слово, оно не является словом. И даже, и даже есть люди, которые, например, вот по Торе, если свидетель в суде по Торе, если он не соблюдает шаббат, ему нельзя тоже доверять, потому что мы не знаем его система координат. То есть, человек обычный, у которого нет страха перед Богом, он будет действовать в любой ситуации в рамках своих интересов. То есть, у него есть его хочу, его направление, его намерение. И если человек боится Бога, тогда мы понимаем, он живет по системе, и он знает, что над системой всегда есть Бог, который следит за всей системой. И этот человек знает, что ему не от людей придет, если что, какая-то там наказание или сложность, а с неба, от Бога. И поэтому у него, конечно же, когда он боится Бога и знает, что Бог за ним соблюдает, то мы ему доверяем как свидетелю. А как узнать, значит, ему можно доверять или нет? Есть критерий, насколько человек верит в Бога, это шаббат. Останавливается ли он один раз в неделю на 2-4 часа или не останавливается? Это говорится про евреев, соблюдающих заповеди. И если еврей не соблюдает шаббат, то он не может быть свидетелем в суде, имеется в виду в религиозном суде, который может там, ну вот, он не является доверенным свидетелем. А история я хотела рассказать, как один еврей, он был нерелигиозный, он стал религиозным. А когда он стал религиозным, выяснилось, что его папа был Коэн. Коэн это как из рода священников, которые служили в храме. И он, значит, он стал религиозным, он встречался с девушкой. Девушка была еврейка, они любили друг друга. И когда они оба стали религиозными, они пришли для того, чтобы жениться, поставить хупу. А раввинам говорит, вы знаете, говорит, я не могу вам поставить хупу, вы не можете жениться. Они говорят, как мы не можем жениться? Он говорит так, для священников в храме были более строгие правила женитьбы. Они не могли жениться на девушках, которые были до этого в отношениях с другими мужчинами, замужние, которые разведенные, или которые просто были там, встречались с одним, с другим, с третьим. Коэн может жениться только на девушке, которая первый раз вот вступает в отношения. Такие были для них ограничения. Они были святые, они служили в храме, они приносили жертвоприношения, и для них были повышенные требования к святости, к соблюдению вот этой святости. И тут этот парень, который стал религиозным, и он любит эту девушку, они вместе стали религиозными, он попадает в ситуацию, в которой он не может на ней жениться, если он верит в Бога, если он верит в Тору, если он верит во все эти законы. Все серьезная ситуация. Значит, но этот раввин, я не помню, раввин отказался им ставить хупу. Каким-то образом это дошло до более великого раввина, Равможев-Айнштейн был такой в Америке раввин, который знал всю Тору вообще там вот так вот. 400 раз он подряд прошел этот шелха на рук, сборник законов, и он знал. И к нему ему задали вопрос, можно им жениться или нельзя. И он подумал-подумал и говорит, можно им жениться, можно им поставить хупу. Ему говорят, как, на каком основании? Он говорит, смотрите, мы откуда знаем, что он из рода священников? Откуда мы знаем? Мы знаем это от его папы, потому что его папа сказал ему, что мы из рода священников. Но его папа, он как раз не соблюдает шаббат. Его папа там тоже был не во всем правдивый и честный человек. Он говорит, мы его папе, мы его не можем считать свидетелем. То есть, если он хочет верить, полагаться на слово папы этого, то это его выбор. Но по факту, по закону, свидетелем он быть не может. Мы не доверяем слову такого человека, как его папа. По характеристикам, которые, вот здесь царь Соломон нам дал такой намек на эти характеристики. Но понятное дело, что есть свидетели обманщики, есть свидетели, которые обманывают. Есть люди, которые говорят, и они просто, ну, их словам не заверить. Рамошев Эйнштейн сказал, что папе этого парня можно не верить, поэтому мы не верим, что он священник. Если хотите, можете жениться. Все. Вот такая была у него вывод. Теперь, и давайте мы успеем еще, да, еще один отрывок. Значит, шестой отрывок. Шестой отрывок. Значит, шестой отрывок звучит так, что хотел получить насмешник божественную мудрость и не получил, не смог. Не смог, нету у него. И получить познание для человека сообразительного, это легко. То, значит, здесь царь Соломон нам дает такую другую формулу. То есть здесь в притчах каждый отрывок, это как целый мир в нем зашифрован. То мы говорили про свидетелей, кому можно верить, кому нельзя верить. И как быть, как меньше говорить пустое, как больше думать над своими словами, чтобы быть доверенным свидетелем. Ну, и как воспринимать от других людей информацию, потому что большинство людей не контролируют свою речь. И они говорят действительно пустое. Они не хотят, может быть, даже обманывать. Но вот если мы возьмем информационный поток, в котором мы живем, то в нем 99% пустого, бессмысленного, пустого, такого вообще непонятно откуда взявшегося и непонятно куда ведущего. Теперь, значит, шестой отрывок нам говорит о том, как воспринимать информацию, как работает мозг. Есть категория людей, которая называется летс, насмешник. Это люди неглубокие, которые, ну, в принципе, я вам так скажу, что есть люди, вот я несколько знаю насмешников, им живется легко. То есть насмешник, он как смазан жиром. У него любая информация, которая в него входит, он ее как, она мимо него проходит, он ее высмеивает. А-а-а, там коронавирус, вот это. То есть ему, в принципе, живется неплохо на смешнику. Но божественная мудрость, вот именно вот эта хохма, которую можно принять только от мудрецов, она в него не входит. Потому что для того, чтобы получить божественную мудрость, нужно быть в состоянии пустая чашка. То есть сказать себе, я не знаю. И так как божественная мудрость, она не имеет доказательств. Это вопрос веры. Это то, что мы получили от пророков. И рассказывают мудрецы, что пророки сказали вот так. То есть как только я включаю хоть чуть-чуть насмешничество или стептицизма, это все прямо мимо меня вот так вот пролетает. И я остаюсь с чем? Ни с чем. Я остаюсь с тем, что в меня вложили вот эта вот пустота СМИ, средства массовой информации или просто общественные какие-то правила, которые вставляют большинство всех людей с детства. И я не откроюсь для того, чтобы услышать эту божественную мудрость. То есть чтобы ее услышать, нужно просто открыться ей и воспринимать. Как мы учили в Пертеевод, что пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. Хорошо, значит, говорит нам царь Самон, что Лец, насмешник, даже если он захочет получить эту хахму, он не сможет. Его мозг создает как бы барьер и сбрасывает всю эту божественную мудрость. Теперь, кто такой Навон? Навон это человек, который от слова бина, который углубляется и ищет причинно-следственные связи. Почему так? А почему так? Что из этого следует? Как это связано с другой информацией и так далее? То есть бина это такое глубокое качество вдумываться и вникать в информацию. Но написано здесь, что вот этот Навон, он легко приобретет знания. То есть он любое знание приобретет, но не божественную мудрость. Потому что божественную мудрость логикой ее постичь нельзя. Бог сказал, это добро, это зло. Это правильно, это неправильно. И ты можешь божественную мудрость только принять как аксиомы, принять, выстроить из нее аксиомы своего восприятия мира и своего, куда ты двигаешься, зачем ты двигаешься, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. Потом с помощью бины, вот этого качества строить, причинно-следственные связи. Ты на этом фундаменте строишь знания о том, как работает мир, как правильно действовать. И ты ко всему начинаешь относиться как строитель, понимая вещи с вещи, задавая вопросы, вникая. Но это все должно быть построено на фундаменте вот этих вот аксиом божественная мудрость. Это добро, это зло, это правильно, это неправильно. Есть духовный мир, есть материальный мир, есть Бог, который все сотворил и за всем следит. Есть действия заповеданные заповеди, есть запреты. Это божественное знание. Его нельзя проверить, его нельзя пощупать. Его можно только принять и поверить. Дальше. И легко тот, у кого есть сообразительность, он выстроит на базе этих аксиом, он выстроит систему, по которой он воспринимает мир и живет. То, что мы здесь изучаем, это мы с помощью примеров, нам царь Саламон Сути пытается с помощью примеров показать божественную мудрость. Мы развиваем вот это качество бина, умение видеть глубоко вещь из вещи. И вместе это все создает даат, познание мира, но сквозь призму восприятия божественной мудрости. Вот шестой отрывок нам царь Саламон объяснил, как это работает. Бекеш летс хохма ве аэн. Насмешник он, даже если он хочет принять божественную мудрость, не сможет. Ве навон. Ве даат ли навон на кэль. Легко познание выстроит вот этот навон сообразительный человек. Все, значит, два отрывка мы сегодня выучили. Сделайте, пожалуйста, свои выводы, повторите, можно наяврите выучить. Очень легко выучить 22 буквы. Если вы включились и хотите их выучить, то за месяц любой человек, изучая по одной букве в день, посвятив этому 15 минут своего времени в день, 22 буквы выучите за 22 дня, и сможете читать тексты на святом языке, на котором Бог творил мир. Это лучшее, что может только быть. Алиф, Бет, Димил, Далет, Эй. Это вот уже 5 букв мы выучили. Все, учите божественную мудрость и изучайте иврит. Это очень важно. Все, удачи, всем успехов и хорошего дня. И хорошей недели. И хорошего месяца. Все. Субтитры создавал DimaTorzok